Владимир Викторович, я буквально вчера принял участие в парламентских слушаниях по вопросу молочного скотоводства. Были все регионы представлены. Огромная проблема для некоторых регионов, она уже катастрофичная стала. Падают закупочные цены на молоко. Мои коллеги говорили, что это 16 рублей даже, к счастью, у нас пока цен нет. Молоко опустилось. Федеральный зам. федерального министра сельского хозяйства сказал, что одной из причин стало увеличение объема экспорта в Россию, соответственно, для нас импорта белорусского молока, молочных продуктов. Поэтому это сейчас не одна самая главная проблема. Единственное, что мы все услышали от федерального центра, одно из мер, единственная мера, которая была названа, это увеличение экспорта молочных продуктов из Российской Федерации, куда сколько в каких объемах с трибуны Государственной Думы сказано не было. Поэтому в этой части я хотел бы, ну, во-первых, поблагодарить вас, потому что получается, что мы, наверное, если не самый первый, один из первых регионов, которые начали вообще выделять на это деньги и в корректировке 400 миллионов не назвали, это есть. На комитете были, слышали наши чаяния, проблемы и деньги добавили. Но у меня вопрос или даже просьба. Мы, конечно, сейчас обсудим, у нас даже расходных обязательств, по сути, нет, это будет новая мера. На комитете с Николаевичем мы договорились, публично это обсудим, как и куда будут тратиться деньги для стимулирования вывоза пределы края молочных продуктов, сухого молока и так далее. Но просьба, опять же, эту ситуацию не терять под контролем, не упускать из виду, потому что, вы знаете, у нас и цены на зерно фактически, ну, здесь уже можно, наверное, катастрофически упали. В состоянии порой вынуждены продавать ниже себестоимости. Просьба большая держать эту ситуацию на контроле и, соответственно, в следующих корректировках возвращаться к ЭПТИ. Ну, так мы, собственно, о комитете договорились, когда комитет проходил, в протеологии. Сейчас реагируем, связя с тех возможностями, которые у нас есть, средства предусмотрены на эту поправку. И дальше, конечно, будем ситуацию мониторить и принимать решение.